Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебра 8 класса, автора Мизляк Полонский и Кер, под номером 159. Нас просят упростить выражение. Итак, под номером 1. Прежде чем мы упростим с вами выражение, то есть найдем произведение двух рациональных дробей, давайте разложим с вами на множители знаменатели первой дроби. А квадрат минус 25. 25 можно представить как 5 в квадрате. И тогда это формула произведения разности двух выражений и их суммы. Выражение это а и 5. А минус 5 умножить на а плюс 5. Но если мы посмотрим с вами на числитель второй дроби, то там знаки противоположные. Поэтому мы можем минус вынести и поменять знаки в первых скобках на противоположные. Было минус 5. Напишем 5. Было плюс а. Напишем минус а. И перепишем второй множитель. А этот минус из знаменателя первой дроби мы вынесем вперед перед дробью. И теперь применяем правило. Произведение двух рациональных дробей это рациональная дробь. В числителе произведение числителей 7а в квадрате умножаем на 5 минус а. А в знаменателе произведение знаменателей. Знаменатель первой дроби у нас 5 минус а умножить на а плюс 5. И умножаем на знаменатель второй дроби на а. Получаем рациональную дробь. Не забываем поставить перед ней минус. И теперь мы можем сократить на общий множитель. Таким множителем у нас является множитель выражения в скобках 5 минус а. Делим и числитель, и знаменатель на это выражение. Поскольку мы делим на само себя, то в результате будет у нас 1. И мы можем сократить дробь на степень с основанием а с меньшим показателем. То есть на а в первой степени. В знаменателе а в первой степени делим на а в первой степени это 1. А в числителе а в квадрате делим на а. Это будет а. И тогда в числителе у нас остается 7а. А в знаменателе а плюс 5. Под номером 2. Произведение двух рациональных дробей. Это рациональная дробь. В числителе произведение числителей, а в знаменателе произведение знаменателей. Но мы видим в числителе первой дроби у нас формула сумма кубов двух выражений. Это произведение суммы этих выражений и неполного квадрата разности этих выражений. А плюс b умножить на а в квадрат. Формула записана вверху. Минус ab и плюс b в квадрате. И умножаем на b минус а. На числитель второй дроби. Теперь посмотрим на знаменатель первой дроби. А в кубе минус b в кубе. И мы видим формулу. Это будет произведение разности этих выражений. а минус b умножить на а квадрат плюс ab и плюс b квадрат. И умножаем на b плюс а. На знаменатель второй дроби. Теперь мы можем сократить на общий множитель. Мы знаем, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому а плюс b и b плюс а – это одно и то же выражения. В одном из которых поменяли слагаемые местами. Поэтому сокращаем дробь на это выражение. а плюс b делим на а плюс b – это один. И в знаменателе тоже. А вот выражения b минус а и а минус b – это разные выражения. Потому что в первом выражении перед а стоит знак минус. Во втором перед а стоит знак плюс. И также перед b. В первом выражении стоит перед b плюс. Во втором минус. Как нам поменять знаки на противоположные? Мы минус вынесем перед другим. И тогда в одной из скобок мы можем поменять знаки на противоположные. Будет... Давайте в числителе. Было минус а плюс b станет а минус b и умножить на а квадрат минус а b и плюс b в квадрате. В знаменателе переписываем. А минус b умножить на а квадрат плюс а b и плюс b в квадрате. И теперь мы можем сократить на выражение а минус b, потому что это общий множитель. Делим числитель и знаменатель на а минус b. Делим само на себя. Получается 1. И в результате мы получим с вами рациональную дробь. Не забываем поставить перед ней знак минус. В числителе останется трехчлен а квадрат минус а b плюс b в квадрате. В знаменателе а квадрат плюс а b и плюс b в квадрате. Под номером 3 произведение двух рациональных дробей. И я оставила место для того, чтобы мы с вами разложили на множители числитель первой дроби. А в четвертой степени минус 1. 4 можно представить как 2 умножить на 2 и тогда представить а в четвертой как возведение степени в степень. Потому что при возведении степени в степень показатели перемножаются. Минус. И чтобы это была формула, удобно над единичкой тоже поставить квадрат. Чтобы мы видели, что это формула разность квадрата. Потому что 1 в любой степени это 1. Поэтому значение выражения это не поменяет. И тогда эта формула а квадрат. Первое выражение минус 1 второго выражения в первых скобках. А в вторых скобках сумма этих же выражений. А квадрат плюс 1. А в кубе минус а. Мы можем вынести за скобки общий множитель а. В скобках останется а в кубе делим на а в первой степени. Основание переписываем. Показатели вычитаем. 3 минус 1 это 2. Минус а делим на а это 1. Ну и теперь применим правило. Произведение двух рациональных дробей это рациональная дробь. В числителе произведение числителей. Я запишу числитель первой дроби уже в виде произведения. а квадрат минус 1 умножить на а квадрат плюс 1. И умножаем на числитель второй дроби на а. А в знаменателе произведение знаменателей. В знаменателе первой дроби записываем разложенные на множители. А умножить на а квадрат минус 1. И умножаем на знаменатель второй дроби. Поскольку это сумма записываем в скобках. 1 плюс а в квадрате. И как мы видим у нас числитель и знаменатель полностью сократится. То есть какие множители у нас в числителе, такие же множители все у нас в знаменателе. Поэтому в результате мы получим 1. Обратите внимание, что а квадрат плюс 1 и 1 плюс а квадрат это слагаемые, которые поменяли местами. Поэтому от переменными слагаемых сумма не меняется. Поэтому это выражение будет принимать одни и те же значения. Итак, под номером 4. У нас частное двух рациональных дробей. Вспоминаем правило. Частное двух рациональных дробей – это рациональная дробь. В числителе произведения числителя делимого и знаменателя делителя. Числитель делимого можно разложить на множители. Вносим за скобки общий множитель а. В скобках остается а минус 8b. И числитель делимого умножаем на знаменатель делителя, на 24а. В знаменателе произведения знаменателя делимого 12b и числителя делителя. В числителе можно вынести за скобки b. В скобках остается 8b минус а. Мы можем сократить дробь на 12. В числителе 24 делим на 12 – 2. В знаменателе 12 делим на 12 – 1. И в том виде, как у нас есть, мы пока не можем больше сократить. Поэтому числитель переписываем 2. А умножить на а – это будет а в квадрате. И умножить на а минус 8b. В знаменателе нам в скобках нужно бы поменять знаки на противоположные, чтобы перед а был плюс, а перед 8b – минус. Поэтому выносим минус за скобки. И в скобках меняем знаки на противоположные. Было минус а, станет а. Было плюс 8b, станет минус 8b. И еще умножаем b на b, это b в квадрате. Теперь мы можем сократить на общий множитель а минус 8b. Такой множитель есть и в числителе, и в знаменателе. А минус из знаменателя можем перенести перед дробью. В числителе у нас останется 2а в квадрате, а в знаменателе b в квадрате. Перепишем условие под номером 5.